С добрым утром! Всем привет! Это Тайны Шести Континентов. Ребята, если вы любите удивляться и узнавать разные секреты, тогда смотрите нас внимательно. Марина, наша зрительница Дарина из Челябинска спрашивает, это правда, что в один мыльный пузырь может поместиться много человек? Ага! Неужели такие огромные пузыри бывают? И главное, как их делают, а? Бывают, Филя. Давай увидим сами. Из одной мыльной капельки в один миллиметр можно выдуть пузырь диаметром в 20 сантиметров, а одного миллилитра жидкости хватит на пузырь размером в 6 метров. Аллан Маккей сделал мыльный пузырь длиной 32 метра. Для этого он использовал деревянную палочку, моющую средства, глицерин и воду. И попал в международную книгу рекордов. А один англичанин сделал пузырь величиной полтора метра, внутри которого разместились 50 человек. Вот это пузырище! Марина, а вот почему мыльные пузыри круглые? Они треугольные, например. И почему они переливаются всеми цветами радуги? Мыльный пузырь – это тоненькая пленочка воды, которая имеет много слоев. Внутри воздух. Форму шара мыльный пузырь приобретает из-за поверхностного натяжения. Оно меняется из-за потоков воздуха. Но если мыльный пузырь отпустить летать, и на него не будет никакого воздействия, то его форма станет круглой, так как именно шар имеет наименьшую поверхность при большем объеме. Мыльная пленка отражает цвет и все краски мира, как линза. Поэтому мыльные пузыри так красиво переливаются. Да, мыльные пузыри необыкновенные. Как жаль, что они живут совсем недолго. Да, Филя, обычно мыльные пузыри существуют всего несколько секунд. Но есть исключения. Один ученый поместил пузырь в стеклянный герметичный сосуд. Оказалось, что там пузырь может прожить много лет. Ох, вот это да! Вечный мыльный пузырь! А еще мыльный пузырь можно заморозить. При температуре минус 25 градусов мыльный пузырь мгновенно замерзнет в воздухе. Но когда он коснется поверхности, то разобьется на множество осколков. А при температуре минус 7 градусов пленка пузыря сохраняет пластические свойства. И при падении на землю пузырь не разбивается, как стеклянный елочный шарик. На нем просто образуется вмятины. Для кристаллизации мыльного пузыря нужно сверху бросить на него снежинку. И от нее во все стороны побегут бусинки льда. А бывают цветные мыльные пузыри, а? Одному изобретателю пришла идея раскрасить пузыри. Он потратил годы на подбор красителя, который был достаточно насыщенным для окрашивания тонких стенок и не разрушал хрупкие шарики. И сегодня есть цветные мыльные пузыри синего, желтого и красного цветов. А ты знаешь, Филя, что в Самаре ежегодно проводится праздник мыльных пузырей? Вот посмотри. Ой, нам нужно обязательно посетить этот веселый праздник. Дарина, спасибо тебе большое за интересный вопрос. Вместе мы разгадаем все тайны нашей планеты. На каком бы континенте они от нас не прятались. Пока-пока! Рррр! Ну что, потренируем речь? Повторяйте за мной. Парус наш на совесть шит, нас и шторм не устрашит. Ну что, попробуем быстрей? Парус наш на совесть шит, нас и шторм не устрашит. О-о-о! Какие же вы молодцы! Давайте-ка еще быстрее в последний раз! Парус наш на совесть шит, нас и шторм не устрашит. О-о-о! Вот это вы молодцы! Справились! Хе-хе!